Добро пожаловать на YouTube-канал Сергея Любарского. Сегодня у нас продолжение рейгановской темы. И Рональд Рейган избирался на двух основных платформах. Первая платформа – это изменение экономики, радикальное изменение экономики. То есть не подрихтовать, подчинить, а радикально поменять всю экономику. То, что он назвал рейганомику, а его политический оппонент из республиканской партии, ставший впоследствии его вице-президентом, был Джордж В. Буш, который называл это «буду экономик». «Буду» – это в английском языке негативная, колдовская, в общем, такая, глупая. То есть это явно носит негативный. Это республиканец у республиканцев. При этом этот республиканец стал при нем вице-президентом, а потом президентом страны. Окей. И второй кит, на котором избирался Рейган – это было разрушение Советского Союза. До Рейгана, а Рейган избрался в 80-м году, до Рейгана отношение к Советскому Союзу после Холодной войны, вернее, во течение всей Холодной войны, после Второй мировой войны, было так называемый «детант». «Детант» – это разумное сдерживание без перехода на конфронтацию. Считалось, что Советский Союз может ударить ядерным оружием. Считалось, что вступать в такую конфронтацию опасно и бессмысленно. Поэтому никакого разрушения Советского Союза речи быть не может, так как это ядерная держава, готова, так сказать, вступить в ядерную конфронтацию. И, соответственно, единственное, что пытались сделать американские президенты, большинство из них были демократы, те, которые были американцами, как Никсон, были демократического толка – это сдерживать наступление Советского Союза по всей планете. Советский Союз очень агрессивно участвовал в международной политике, также как Соединенные Штаты, безусловно. И вот эта борьба с Советским Союзом в всяких там Никарагуа, Вьетнамах, Кореях, Чили и в других странах, то есть Советский Союз платит деньги коммунистам или социалистам, пытаясь привести их к власти, а Америка занимается тем, что платит деньги антикоммунистам, пытаясь сбалансировать влияние Советского Союза на международной политике. Но ни о каком разрушении Советского Союза, то есть уничтожении его как оппонента, как врага, речь вообще не шла. Когда Рейган в результате своей предвыборной кампании объявил это своей политической целью, его, как и Трампа сейчас, совершенно теми же методами объявили идиотом. Ну то есть всем очевидно, понятно, что Советский Союз разрушить нельзя. Это передовая экономическая держава с сильной армией, сильным флотом, ядерно, и ни о каком разрушении без ядерного конфликта быть, ну речи быть не может. А так как Рейган, так и Трамп были в общем-то аутсайдерами, то есть не карьерными политиками, хотя, в отличие от Трампа, у Рейгана уже было 8 лет губернаторства в Калифорнии. Так как он был актер, над ним смеялись. То есть маразматик, актеришка, глупый человек, не понимающий политику, пытается к противовласти и сделать ужас. Он хочет нам сделать то, что сделать нельзя. Нельзя бороться с Советским Союзом. Уважаемые зрители и подписчики, я хочу напомнить вам, что я открыл еще один параллельный канал. Сейчас я работаю на два канала. Мой новый канал, он перед вами называется «Кофе с Любарским». И этот канал посвящен, новый канал «Кофе с Любарским» посвящен полностью новостной ленте, где я берусь по мере сил и возможностей, стараться буду каждый день выставлять короткие, не больше 30 минут, обзоры современной американской политики, как она влияет на весь мир, что происходит здесь в США. Причем выбирая те новостные эпизоды, которые по разным, в основном, политическим причинам, масс-медиа в постсоветском пространстве, как то в России, как то в Украине или где бы ни было еще, не оповещаются. Идет, как я считаю, замалчивание американской новостной ленты. Я пытаюсь разблокировать это замалчивание. Я экономлю для вас время, подбираю статьи, подбираю видеоклипы. В отличие от всех других видеоблогеров, у меня есть ссылки на все материалы, которые я вам предоставляю. И у вас есть удивительная возможность, если вы не верите тому, что перевожу я, перевести все это самим. Все ссылки на все источники будут, как всегда, даже не буду напоминать больше об этом, в описании на мои каналы. Пожалуйста, подпишитесь на Кофе с Любарским, сообщите об этом своим знакомым. Мои политические убеждения, моя борьба за свободу Украины не имеет никакого отношения к этому каналу. Это отдельный новостной канал. Я, насколько объективно, насколько могу, пытаюсь рассказать об американской новостной ленте. И вот этот Рейган приходит в власти, и первое, что он делает, начинает бороться с Советским Союзом. Я эту эпоху помню. Для меня Рейган – это первый американский президент, которого я помню сознательно. То есть до этого там был Картер, что-то я плохо все это помню. А вот с Рейганом я помню все очень хорошо, как его не любили, как его освещали, как его ругала советская пресса. Был мой любимый анекдот, как зовут собаку Рейгана. Собаку Рейгана зовут Рональд. То есть Рональд Рейган – это собака. И много других анекдотов мы передавали с восхищением статьи CNN, какой-то дурак, какой-то идиот. Все наши комментаторы, как и сейчас, то есть калька полная, рассказывали, как этот внеполитический дилетант сейчас развалит экономику, развалит международную политику Соединенных Штатов и так далее, и так далее, и так далее. То есть симметрия практически полная, практически полная. Из Рейгана делали полного идиота. Все те же. CNN, ABC, NBC, все тоже, все те же. Некоторые даже персонал эти те же. То есть это не так давно было, и многие люди, которые сейчас являются корифеями журналистики, тогда только начинали, и вот так же, как они мочат сейчас Трампа, они мочили Рейгана. Тем не менее, как мы все знаем, Рейган сделал и первое, и второе. Он поднял американскую экономику, сейчас мы живем в Рейган-номике по-прежнему, и он разрушил то, что он назвал своей предвыборной речи, дьяволской империей, evil empire. Надо сказать, что этот страх был очень, страх перед Америкой, был очень хорошо продемонстрирован в встрече Хрущева и Кеннеди в Вене по вопросу Берлинской стены. То есть события развались таким образом. Советский Союз начал строить стену. Нет, не для того, чтобы на него не напала западная Берлин. В западном Берлине начал делать стену. Зачем? Отразить атаки западных берлинцев? Нет. Западный Берлин до этого был в блокаде. Чтобы предотвратить неконтролируемый рост нелегальных иммигрантов в Восточную Европу? Да нет, конечно. Единственная цель этой стены остановить безграничный поток беженцев из Восточного Берлина в Западный. Люди голосовали ногами. Это было абсолютно, совершенно очевидно. И вот наличие Берлинской стены в Берлине – это символ социализма. Немцы, прожив при социализме очень недолго, начали голосовать ногами и бежать вот туда, туда. В Западный Берлин. Стену эту строили. Американцы стену разрушали. И мир был на грани военной конфронтации. Это отдельный, совершенно отдельный рассказ. И вот в этом состоянии была встреча в Верхах, в Вене. За день до Хрущева прилетает Кеннеди со своей очаровательной Джеклин Кеннеди, приезжает первая пара мира. А на следующий день приезжает Хрущев, к которому в местные газеты писали, что Нина Хрущева напоминает мешок с картошкой. Ну, то есть, как выглядит Хрущев, вы, наверное, примерно помните. На фоне элегантного Кеннеди. А дальше, значит, был четырехчасовый переговор. Я читал интересную статью, вернее, книгу, главу в книге, где оба переводчика, как у Кеннеди, так и у Хрущева, рассказывали об сути этих переговоров. Значит, как велись переговоры? Хрущев, будучи абсолютно обделенным западным этикетом, уселся, вытянул ноги и два часа рассказывал Кеннеди о преимуществах, два с половиной часа, о преимуществах социалистического строя. Кеннеди, который был ранен во Вторую мировую войну, ранен в позвоночник, у него были сильнейшие боли, он не мог сидеть более чем час. Ему нужно было вставать, разминаться, ходить, лежать, работал он полулежа или лежа, вот так вот просидеть два часа, у него начались сильнейшие боли, у него закончились боли утоляющие, которым его накачали. И уже взрыве от боли, на второй с половиной час он заорал, я не приехал сюда обсуждать. Кстати, Хрущев все об этом знал, это была четко спланированная операция. Это было не случайно. То есть его заставили посидеть, два с половиной часа кормили байками. И Хрущев, значит, и Кеннеди при этом вскочил и сказал, я не приехал сюда слушать ваши глупости о советском строе, я приехал сюда обсуждать Берлинскую стену. И на что Хрущев сказал, что мне мои офицеры говорят, что если вы не прокритите, значит, строить, мы будем ее разрушать, ну, мои генералы. На что Хрущев говорит, что мне мои генералы говорят о том, что от Берлинской стены до Ла-Манша два дня танкового броска. И если вы разрушите эту стену, мы оккупируем Францию. Францию, остатки Германии и остальное. То есть разговор пошел в неприкрытую, это не дипломатический разговор, просто Кеннеди до этого довели. И даже Кеннеди сказал, абсолютно не продумав, потому что от боли мозги свело, а мне мои генералы говорят о том, что у нас 72 часа по ядерному удару по Москве в этой ситуации. На счет Хрущев поднялся и сказал, а тогда было полностью ядерное преимущество на стороне Соединенных Штатов, не было паритета. Хрущев поднялся и сказал, а это не в первый раз советскому народу погибать от рук империалистов. И вышел. На том переговоры закончились и стену подстроили. Берлинская стена была возведена. И вот, выйдя из этого странного зала заседаний, так происходило это совещание, Кеннеди сказал знаменитую вещь своим адъютантам, своим переводчикам, боже мой, я теперь понял, с кем мы имеем дело, он же не демократично избранный президент, ему абсолютно все равно, сколько погибнет его людей, и в этом их великое преимущество. То есть до Кеннеди дошло, что великое преимущество советского строя, что все люди рабы, они не граждане, они не демократы, они его не переголосуют, не переизберут, ему абсолютно все равно, сколько погибнет его людей в ядерном апокалипсии. И этого, этой роскоши у западных лидеров, конкретно у Кеннеди, нет. Он отвечает за жизни своих граждан. И это было огромное преимущество советского строя. Как это является огромное преимущество России? Стоит напомнить, как Путин еще недавно, несколько лет назад, заявил, ну так что, мы все помрем, но мы попадем в ад, мы попадем в рай, они побудут в ад. Это абсолютная калька того, что вытворял тогда Хрущев. Хрущев Никита Сергеевич, выйдя с этого совещания, сказал своему переводчику, мне жалко американских парней, если этот глупый мальчишка у них за президента. Вот такие были интересные политические лидеры. Это было понятно, это было известно. И вот именно с этого момента начался детант. Детант. И закончился этот детант, то есть понятие того, что Советский Союз невозможно уничтожить, именно с приходом Рейгана. Значит, Рейгану начали делать, начали делать публичную персону, как сумасшедшему религиозному фанатику. Его выступления были окрашены, пресса окрашивала и подчеркивала, что он таки не побоится дернуть за кнопку, потому что он считает теперь, что мы попадем в рай, а они попадут в ад. Это было, по сути говоря, но об этом никто не говорил слух, но это тот персонаж, которому Рейгану делали. Рейган никогда не был, он был всегда верующим, но никогда не был глубоко религиозным, никогда это не подчеркивал. Это все было искусственно сделано. Кроме того, были наняты лучшие психологи, покупались на Западе все пленки членов ЦК Политбюро, ЦК Политбюро, на отдыхе, в работе, а они много путешествовали. Это Советский Союз жил за колючей проволокой. Они, их дети, много путешествовали, отдыхали в Европе. И делался психологический профайлинг, вот тогда, без искусственных интеллектов, без переводчиков, понять, насколько они готовы играть игру моргалки. Кто первый моргнет? И было сформулировано мнение, что они моргнут первые. Этим старикам жить хочется. У них есть дети, у них есть внуки. Внуки уже тогда учились на Западе, отдыхали на Западе. И они понимали, что им есть что терять, и это не религиозные аятулы, которым нечего терять. Эти будут моргать. И вот на этом начался новый образ Рейгана, как религиозная фанатика. Отсюда, собственно, сама фраза «религиозная империя». И тут нам пришло время представить очень нужного для нас, очень важного человека, Вильяма Кейси. Вильям Кейси работал во время Второй мировой войны в ОСС, отдел по специальным операциям. Это предтеча CIA. CIA возникла после, и большинство людей, сформировавших ОСС, сформировало CIA. И Билл Кейси является практически создателем и отцом экономической войны, economic warfare. Сейчас не буду тратить на него время, он заслуживает отдельный семинар, отдельную лекцию, но он разработал концепцию, именно он разработал концепцию, уничтожение, то, что называется, «чакпоинт», то есть тех узких моментов, ну, допустим, если уничтожить несколько рудников в Норвегии, нельзя произвести броню. Уничтожив дамбу в Германии, нельзя произвести алюминий, нет электроэнергии. И уничтожив там марганцовые склады, нельзя произвести еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть находились вот такие вот узкие места и подвергались уничтожению. Кроме того, полностью обсчитывалась вся немецкая экономика и уничтожалась именно экономикой. И отцом этой концепции был Билл Кейси, который потом на гражданской своей службе после войны ушел в отставку, сделал блестящую карьеру, был президентом крупнейших банков, и вот он, будучи близким другом Рейгана, был руководителем политической компании Рейгана, и он нашел Рейгану деньги. То есть, по сути говоря, Рейган избрался на деньги, которые Билл Кейси нашел среди своих друзей-банкиров. Поэтому, когда Рейган приходил к власти, Кейси обещали позицию министра иностранных дел, секретарь of state, но Нэнси Рейган, которая имела огромное влияние на своего мужа, Кейси не любила, у него были очень резкие, прямые манеры, сказала, какой из него дипломат, и зарубила эту кандидатуру. Рейган очень слушался свою жену, как ни странно. Вот, поэтому предложили Биллу Кейси позицию директора США, Билл Кейси, по словам, запустил чем-то тяжелым, вы только что избранного президента. В общем, был скандал на два дня, Билл Кейси бушевал, но, тем не менее, согласился, согласился стать директором Центрального разведывательного управления при условии, первое, он не сидит в Ленли, это за чертой Вашингтона, он сидит в Белом доме, у него позиция в офисе, ну, то есть, в кабинете министров, хотя Сей никогда не был министр, нерская должность, он подчиняется всегда attorney general, тут у него своя независимая позиция с прямым подчинением президенту, у него, то есть, у него другой статус, и главное, он получил от Рейгана карт-бланш на проведение секретных операций, о котором даже Рейган знать не должен, такой карт-бланш он получил, кроме этого, он дал слово, Рейган дал слово Кейси, потому что Кейси ставил условия, хотите, чтобы я на вас работал, выполняйте мои условия, он дал Кейси условия, что это не в шутку, это не понарошку, это всерьез, они будут уничтожать, то есть, Билл Кейси с Рейганом, будут уничтожать Советскую империю. Вот на этих условиях Билл Кейси стал директором Центрального разведывательного управления, CIA, и очевидцы рассказывают его первый митинг, первый митинг с сотрудниками, с подчиненными Центрального разведывательного управления. У Билл Кейси был совершенно очевидный Аспергер-синдром, сейчас не буду терять время, что это такое, значит, посмотрите сами. То есть, он заходит, он заходит в кабинет, с одной стороны, боевой офицер, воевавший во Вторую мировую войну, в разведке, ну вот, в экономической разведке, с другой стороны, человек, который никогда в Центральном разведывательном управлении не был, вот он заходит туда, перед ним сидит, по-моему, 17-18, не помню, кто, ну, то есть, больше дюжины подчиненных, он обводит всех глазами, и висит мутная пауза, а он на каждого смотрит в упор, рассматривает лицо, и ничего не говорит. Представляете, насколько странно, то есть, это подчиненные встретили своим будущим начальником. После пятиминутного молчания, он сказал, мне очень интересно было на вас всех здесь посмотреть, еще более интересно, сколько вас здесь останется к следующему совещанию. Из 18-ти он уволил, кроме одного, всех. Все заместители Центрального разведывательного управления были уволены. Были уволены их заместители, были уволены заместители их заместителей. После чего он собрал новый коллектив и сказал, что эпоха передвигания бумаги слева направо и справа налево закончилась. У нас идет война в прямом смысле, и мы будем действовать так, как действуют боевые офицеры во время войны. От того, что война холодная, не горячая, суть не меняется. И вот все эти выщелканные адвокаты, то есть большинство, как и сейчас таких, большинство сотрудников Центрального разведывательного управления, это люди, получившие юридическое образование и люди, закончившие престижные университеты, Ельские, Принстонские, Арвардские. Все эти ребята пошли дорогой дальней, а собрали коллектив, отбирали, собирали, готовый нарушать правила, играть не по правилам, и бороться за Америку, как будто, как он считал Кейси, как считал Рейкин, Советский Союз угрожает существованию Америки. А раз вы угрожаете наше нарушение, то есть война будет не по нарушку, война будет всерьез. Это сделал Билл Кейси. И дальше Билл Кейси, уже ему было хорошо за 60, человек был не молодой, осуществовал чудеса, чудеса, ну вот этого вот, политической игры. Значит, он разработал, первое, он разработал, Билл Кейси, разработал операцию, по которому, якобы, израильтяне, получили информацию, и CIA это подтверждает, и он летит в Саудовскую Аравию, и находит выход на саудовского, значит, лидера, кто он там был, не помню. И, что интересно, гоу-битвин, то есть человек, который познакомил кейси, личный кейси с принцем, или шахом, или королем Саудовской Аравии, был принц Бандар. Принц Бандар до сих пор в политической небосклоне, тогда он был молодым человеком, повесая, офицером, летчиком, гонщиком на автомобилях, значит, богатый человек, и вот именно через него был сделан выход на короля Саудовской Аравии, где ему показали фальшивые доказательства, подделанные, о том, что Иран готовит неминуемое нападение на Саудовскую Аравию. Играли вот в этом санитой шаиты. Иран таки готовил, готовил такое нападение, но оно не было столь имминент, то есть столь неотвратимо, как Кейси представил это перед перед Саудовским Королем. Кейси пообещал королю две вещи. Поставку першингов, то есть ракет противовоздушной обороны, что было сделано в обход Конгресса. Потом это утвердили в Конгрессе, но, по-моему, если опять же не ошибаюсь, я не готовился. Вот. И второе, личную гарантию Рейган. Был сделан звонок между Рейганом и королем Рейган гарантировал в обмен всех законов, вообще не слушая нашу Конституцию, о том, что если будет атака по Саудовской Аравии, Соединенные Штаты выступят на стороне Саудовской Аравии. Вот так это было сделано. И надо сказать, почему слово Рейгана было столь весомое. До этого, если вы помните, был, как я в прошлый раз рассказывал, кризис заложников. Взяли американских заложников, больше полсотни человек в посольстве, они пробыли там десятки, больше сотни дней в залоге, по-моему, даже 400 дней, что такое. Вот. И на первый день прихода Рейгана к власти, вот, Рейган инаугурируется, а Иран отпускает всех заложников. Рейган сказал в своей речи, что первое, что он сделает, если он станет президентом, то есть его первый приказ будет объявление войны Ирану, так как Иран нанес удар по суверенной территории Америки, это, простите, посольство, и держит наших послов в заложниках, что является прямым нарушением международного права и совершенно классическим поводом для объявления войны. То есть на своих предвыборных кампаний, абсолютно не скрывая, Рейган говорил о том, что первого приказа будет объявление войны Ирану. И вот пока он инаугурировался, чтобы он не успел дойти, добежать до стола и подписать этот приказ, заложники были отпущены. Вот так, ну, то есть калька параллелей совершенно очевидна, и вот так в 81-м году решился кризис с заложниками. Вот это то, что понимает Иран. И вот именно имея вот эту репутацию, его слово, данное по телефону королю Саудовской Аравии практически гарантировало, что? Гарантировано падение нефти. Саудовская Аравия вышла из картеля, опековского картеля, и сбросила цены на нефть. То есть она не сбросила цены на нефть, цены на нефть сбросила рынок. Саудовская Аравия стала поставлять нефть в любых количествах. Сколько хотите, столько покупайте. Никаких квот в обмен на эти условия. Кроме того, кроме того, Саудовская Аравия оплатила советское оружие. Да, это все было за одну и ту же сделку, за одну и ту же сделку. Саудовская Аравия оплатила советское оружие, автоматы, тяжелые пулеметы, гранатометы, которые купили у египтян, а у египтян было очень много советского оружия, и отправили в Афганистан. Вот Афганистан, который должен быть мелкой и приятной экскурсией для советских войск, стал практически прокрустовым ложем, потому что в этой же сделке, в этой же поездке все случалось вот в это же время. Абсолютно Америка к этому не имеет никакого отношения. Некая страна Саудовская Аравия в сговоре с некой страной Египтом поставляет оружие муджахедам, которые воюют за мусульманское право на существование там, вот в этом никому не известном Афганистане. И это МО, то есть Модус Абрэнда вот этого самого Кейси. Вот он очень всю, я достаточно много изучал его биографию, он огромный-огромный поклонник всех этих таких сложных многоходовочек. Вот возникла такая многоходовочка. Главное, Соединенные Штаты здесь вообще ни при чем. Но важно для нашего рассказа то, что упала цена на нефть. С точки зрения Рейгана Советский Союз это примитивная экономика, он так это в лоб и называл, никакого секрета здесь нет, это было в его речах, это было в протоколе его заседания с подчиненными. Примитивная экономика, построенная над тем, что добывается нефть, нефть продается, на эти деньги Советский Союз покупает предметы питания, в основном хлеб, Советский Союз закупал хлеб, покупает также мясные продукты, закупает западные технологии и на эти деньги строят оборону, угрожая тем самым этим оружием Западу. Вот так рассматривал Рейган советскую экономику. Поэтому Рейган сказал, давайте сыграем в другую игру, мы обрушим цены на нефть, ну через Содовскую Аравию и другие меры, мы объявим эмбарго на закупку российской нефти и газа в Европе, мы заставим Европу покупать наш нефть и газ, мы будем развивать добычу американского нефти и газа, и мы запретим Западу продавать России продукты питания, технологии и из чего они делают собственно себе оружие. Так как у них неэффективная экономика, давайте их блокируем, пусть задохнутся в собственном неэффективном дерьме. Вот такая была интересная философия. Как всегда Европа не поддержала Америку, та Европа, которая Америку защищает от Советского Союза, Америку не поддержала. Вам это ничего не напоминает? Вот та Европа, которая защищает Америку по соглашению НАТО отказалась, отказалась делать такого рода эмбарго, то есть Советский Союз покупал много европейских продуктов, в основном европейских продуктов. Мы все помним это, да? Мы все помним коньяк Наполеона. А что я пью? Простой коньяк французский, простой коньяк Наполеон, я им заставил весь балкон. А с кем я сплю? С простой девкой русской, с простой девкой ССК, везде нужна своя рука. Частушки этого времени. Так вот, я был на винарне Камю, в славном городе с владельцем и задал ему вопрос, а что такое был Наполеон? Он говорит, 70% нашего коньяка закупал Советский Союз. Мы сделали специальный бренд для Советского Союза, это был трехзвездочный коньяк. Я говорю, какого хоть качества коньяк был? Он говорит, вес, то есть это три звезды. Вот, то есть это был дешевый, ну, самый дешевый уровень, первый уровень коньяка, дешевле они не выпускают, забрендированный для Советского Союза. В Европе этот Наполеон не продавался, это было специально сделано для Советского Союза. Вот, к чему я вам рассказываю про Камю, да потому, что практически вся Европа очень хорошо торговала Советским Союзом, как она торгует сейчас, покупая энергоносырцию и продавая свое барахло туда. Ситуация абсолютно симметричная. И Рейган не преуспел, то есть закрыли один поток газопровода, второй рунгой помар и ушка он закрыть не смог, отказались. Он давил на европейские страны, ситуация абсолютно симметричная, как Трамп давил на европейские страны перед войной Украины с Россией, Россией с Украиной. Вот, и тем не менее, тем не менее, появилась возможность, так как главным экспортером зерна был Канада и Австралия и Соединенные Штаты, появилась возможность заблокировать поставки зерна и продуктов питания. И вот все вы помните, как в 80-м, 81-м году, я это прекрасно помню, я там жил, наши мамы, кто-то может меня слушать физически это помнит, молодежь по рассказам, стали в очередь, полки опустили. Это не потому, что был какой-то недород, а потому, что к власти в Соединенных Штатах пришел собака Рейган. И он начал целенаправленно уничтожать советскую экономику. И у него это получилось. Полки опустили, если еще в 70-х, ну, по крайней мере, такие продукты, как сливочное, растительное масло, пусть не шикарное, но какое-то мясо, колбасы, пусть не шикарные, но вареные, а в Москве и в Киеве даже сервелаты лежали в магазинах, то в 81-м году стояли длиннючие очереди, как они стояли до конца перестройки, где только лишь по одной курице в руки, только лишь полкилограмма колбасы в руки, и это нужно было стоять, пробивать талончики и так далее. Это все связано с тем, что Рейган очень сильно подрезал поставки продуктов питания в Россию, простите, в Советский Союз. Вот, и это начало работать, это начало работать, но самое главное, что сделал Кейси, будучи финансистом, банкиром, он прекрасно понимал объем сальдо бульда, то есть импорта-экспорта, который делает Россия, сколько покупает Россия и сколько продает Россия, он сделал целый отдел, отдел центрального разведывания управления, который занимался этими расчетами. И можно было понять, что Россия продает теперь гораздо меньше, чем покупает. Соответственно, возникает вопрос, сколько у России денег, накопленных на Западе, сколько у России твердой валюты. Как вы понимаете, лужпайная семечка, которую называли советский рубль, символ силы советской экономики, был не нужен никому. Никто на советский рубль ничего покупать не собирался. Поэтому то, что он стоил 70 копеек и так далее, это все полный бред, ходить туда не будем, это просто обсуждать это унижать экономистов. Фишка в том, что рубль был неконвертируемый, у центрального разведывательного управления, не было данных, сколько валюты в запасе у Советского Союза. Поэтому Билл Кейси приезжает в Швейцарию, разговаривает с швейцарскими банкирами, с швейцарскими банками, и просит секретным образом выдать эти счета. То есть, не деньги передать, а сказать, сколько там денег. То есть, простой вопрос, сколько еще нужно шмарить Советский Союз, когда у него закончатся деньги и начнется голод. Вот именно это хотел сделать страшный Билл Кейси и Рональд Рейган. То есть, сделать это в Советском Союзе голо, чтобы голодный народ пошел штурмовать свое правительство. Вы хотите жить в советской экономике? Живите в советской экономике. Вот вам советская экономика. В это время, вот это все было начало 1981 года. В это время все продемократические агентства CNN, SNBC делали из Рейгана полного идиота, который развалит сейчас весь тонкий баланс так хорошо налаженного политического механизма в мире. Существует мультипликационный картин, то есть, это герой называется Дональд Даг. Такой глуповатый, бравурный, веселый, энергичный Дональд Даг. Наверное, люди моего поколения смотрели эти мультики. Так вот, его в прессе называли Рональд Даг. Вот такой же глуповатый, бравурный, говорящий о том, чем не понимает полудурачок президент. Но вернемся к Швейцарии. Швейцарская ассоциация не захотела выдавать эти балансы счетов для Кейси. И Кейси сказал, что в этой ситуации Соединенные Штаты Америки поддержат израильскую сторону в вопросе о еврейском золоте. И тут стоит, наверное, рассказать, о чем идет речь. Что такое еврейское золото? Еврейское золото это 40, простите, 1938 года, 1938 года, когда начинается преследование евреев в Германии и большинство богатых евреев покупают либо life insurance, то есть страхование жизни, либо помещают свои состояния в швейцарские банки, либо покупают швейцарские life insurance паласис, то есть страховки. После чего люди идут в Освенцим и там погибают, выживают их наследники, денег нет, документов нет, паспортов нет, человек приезжает и говорит, я вот племянник или сын вот такого-то, мне, пожалуйста, деньги ему. Ему говорят, а мы не верим вам. Почему мы должны вам верить? Логично. В это время Германия просто разделилась, что-то под Советским Союзом, что-то под американской частью, те, у которых были архивы на стороне, ну, то есть свидетельство о рождении, свидетельство о свадьбе, это же надо все восстанавливать, а это все в советской территории. Знаете, насколько тяжело было что-либо собрать и доказать. В 1946 году швейцарские банкиры объявили, что у вас на все про все два года, если к концу 1947-го ничего не предъявили, все это аннулируется. Таким образом, швейцарские банки украли у еврейского народа миллиарды долларов, в тех днях миллиарды, сотни миллиардов. Все еврейское золото стекло в Швейцарии. А если это умножить на нормальный банковский процесс, то мы говорим о триллионах долларов. Чему я там все рассказываю, потому что Кейсик говорит, ребята, я вот тут, евреи хотят поднять международный процесс о еврейском золоте, о том, как швейцарцы их ограбили. И мы на это посмотрим очень снисходительно и благотворительно, если мы не найдем с вами понимания по счетам советских активов. И что вы думаете? В нарушении всех традиций, совершенно секретно, об этом никто никогда не говорил тогда, эта информация была выдана. И Кейси с Рейганом начали заниматься тупо тем, что они уменьшали запасы валюты Советского Союза, пытаясь вызвать в Советском Союзе голод. Прекрасно понимаю, насколько неэффективно советская экономика. Но самые главные события в эту эпоху происходили в Афганистане. Совершенно не скрываясь, совершенно, но это никогда не являлось секретом, Афганистан использовался как способ выкачать, как можно, выпить можно больше крови у советских солдат. То есть устроить им Вьетнам наоборот. То есть Афганистану давали ровно столько оружия, чтобы Афганистан никогда не победил, чтобы Афганистан при этом не проиграл, нафганские эти партизаны и муджахеды, а просто, чтобы продолжалась бесконечная война. Слово Талибан это означает учитель, Талибан возник туда. Вот слово Алкаида означает списки. А что такие списки? То есть слово Алкаида, Алкаида это список, список кого-то, дейтабейс, база данных. А что такое за база данных? То это, собственно, Бен Ладин, который был на службе Центрального разведывательного направления, собирал сторонников ислама во всем мире идти воевать с неверными, с советскими неверными тогда в Афганистане. Поэтому поставлялось вот ровно столько ракет, начали поставлять ракеты, ровно столько тяжелых пулеметов, чтобы эта музыка была вечной. И Советский Союз, который считал, что прогулка в Афганистан будет просто легким курортом, попал, как обезьянка в тыквенную ловушку. То есть руку засунул, а вытащить не может, потому что сжатый кулак с конфетками не позволяет вытащить руку. А разжать кулак и потерять конфетки нельзя. Вот поэтому так сюда попал Советский Союз. Кроме этого Ройланд Рейган разрабатывал диверсионные операции, разжигая национальную рознь в странах мусульманского Советского Республика. В Таджикистане в первую очередь, в Узбекистане. То есть готовились и разжигались национальные розни. Кроме этого, и возник трамвера знаменитый Маргарет Тэтчер, папа римский поляк. Помните, мы им папу римского подкинули, из наших поляков и славян. Так вот, папа римский поляк радикальный антисоветчик. И Рональд Рейган стали готовить Польшу по выходу из Советского блока. То есть готовилась оппозиция, готовился Олег Хвеленса, готовилось все остальное, поставлялись деньги, печатались документы, работали пропагандистские радиоплатформы, Голос Америки, Свободная Европа, все это на польском. То есть они расшатывали Советский Союз всеми возможными способами. И самый главный способ, а тут мы пришли к самому интересному, были звездные войны. Логика Рейгана была следующая, вот когда из него делали Рональда Дака, люди, которые это делали, не понимали глубину интеллекта этого человека. Рональда Рейгана была следующая, причем фишка в том, что он вам говорит, я могу перевести вам лекции или выступления, где он об этом говорит. И он сказал, дословно, ни одна нация, ни один народ не сможет выжить в мирное время, если у них 70% экономики будет идти на оборону. То есть, означает, что вы будете голодать, вы будете делать танки, не будете делать еду, коляски, квартиры и так далее. Соответственно, на тот момент, сейчас по памяти надо проверять цифры, но по памяти Советский Союз тратил примерно на 35% собственно ВВП на производство оружия. Америка тратила меньше 7, 6,5, по-моему, опять же по памяти. Соответственно, давайте мы это удвоим. То есть, Америка будет тратить 12-13, а вы будете тратить 70. Паритет же он не в процентах, а в абсолютном оружии. Давайте то, что делается в игру в казино дабл. Ставлю двойную ставку. И вот эта позиция ставлю двойную ставку в борьбе в политбюро, кто придет в власти Горбачев или его оппозиция, пришел Горбачев, который объяснил политбюро, что Советский Союз накроется. Заканчиваются деньги, заканчиваются продукты питания, будут голодные бунты. Первое, что сделал Горбачев, придя к власти, потребовал отчет о всех голодных бунтах, которые были за последние 20 лет. Список был внушительный, просто никто никогда не сообщил. И он понимал, что вот эти вот звездные войны, вот это вся, а западная пресса писала, какая глупость, какой он идиот, он насмотрелся, а тогда только вышли звездные войны, он насмотрелся слишком много Голливуда, он верит в звездные войны, кто же это сделает, кто же это подымет. Вот эти вот программы звездных войн полностью перевернула весь стол. О чем идет речь? Речь идет о том, что разрабатывалась технологическая программа, где ракеты, баллистические ракеты, которые летят в стратосфере, будут уничтожаться в стратосфере, не долетая до Америки. Таким образом, Америка может уничтожить Советский Союз ядерным ударом, а Советский Союз не может ответить, соответственно, нарушается вот этот паритет, соответственно, вся система мировой безопасности полностью нарушается, и Америка выиграла гонку в холодной войне. Это при условии, что ядерные вот эти вот боеголовки, живущие в космосе, звездные войны, сработают. Пресса, демократическая пресса, как гиены, хохотали, какой он идиот, этого никто никогда не сделает, это невозможно, это фантазия, это не существует, но знаете, кто не хохотал? Не хохотала Советская ЦК Политбюро. Они понимали, что Америка это сделает. Они понимали, что Америка хватает технологической, экономической и ноу-хау-мощи это сделать, а Советский Союз, который все всегда воровал, все всегда воровал, приехал. Кроме того, я забыл рассказать еще одну программу Кейси. Он очень серьезно прикрыл утечку американских ноу-хау, запретил продавать предметы двойного оборудования, там, где можно было скачать технологии. Вот если возьмите телефон, вот каждого из вас, я прошу, который меня слушает сейчас в семинаре или в записи, возьмите телефон в руки, посмотрите на свой телефон и скажите спасибо собаку Рейган, потому что все, что находится в телефоне, пришло к вам из звездных войн. В телефоне есть чип, ну, то есть мозг телефона. Этот чип встраивался, то есть нужный был умный процессор, который сможет наводить боеголовку. То есть до этого это были огромного размера изделия и нужно было их сильно минимизировать. Были потрачены огромные американские ресурсы на минимизацию вот этих вот семипроводниковых чипов и получился чип. это разработка, частная разработка, оплаченная американским правительством, американскими налогоплательщиками. В телефоне есть камера. Камера делает диджитал фотографию. А зачем нам такая камера? А проблема заключалась в том, что спутниковые, ну, спутники-то летали, спутники все видели, но как спутника фотографию прислать на Землю? Ну, простая задача, которую решал Пентагон. То есть самолета понятно, самолет взлетел, облетел, вернулся и привез с собой фотографию, пленку. Пленку проявили, пленку, значит, напечатали, видно фотографии. А как вы за спутника фотографии заберете? То есть нужно было придумать диджитал фотографии. И думаете, где ее придумали? Опять же, американские частные бизнесы за деньги американских новоплательщиков. Весь этот диджитал фотографии придумали там. Но фотографии нужно еще как-то передавать от спутников. То есть нужно придумать какую-то технологию, чтобы вот это вот диджитал фотографии, но не флешка же вы пришлете со спутника. Нужно как-то еще, чтобы она вам по волнам пришла. Отсюда возникли спутниковая связь. Ну, мне продолжать, то есть, все, что находится в вашем телефоне, включая GPS, GPS навигейшн, и все это, это подарок американского народу, миру. скажите спасибо, да, тачскрин, это оттуда вы же. Скажите спасибо глупому Рейгану. Он, конечно, ничего не подразумевал о том, что будут развиваться компьютерные технологии, но это все нужно было для развития звездных войн. И вот дробь барабана в классе в 86-м году приходит Горбачев, Горбачев понимает, что нужно договариваться, и Рейган проявляет огромную мудрость, вместо того, чтобы смотреть до конца, говорит, договариваемся, все договариваемся, первая встреча в Рекьявике о разоружении, и Советский Союз объявляет перестройку, но сначала объявляет ускорение. Те, кто моего возраста, помню, что перед перестройкой была триада, ну, как всегда, вот эта вот любая свобода лазина, то есть свобода, равенства и братства, любая триада была ускорение гласность перестройки, ускорение гласность перестройки, но потом куда-то ускорение делось, потому что оно никуда-никуда не ускорилось, Советский Союз ускорить невозможно, экономическая модель дебильная, неработающая, ускорилась очень сильно Америка при Рейгане, вот Америка ускорилась при Рейгане с его свободными реформами, очень сильно, Советский Союз никуда не ускорился, вот, ну, гласность это отдельно, а перестройка заключалась в том, что пришлось договариваться с Западом, пришлось разоружаться, и к концу правительства Рейгана, к 1988 году, Советский Союз перестал представлять угрозу свободному миру.